За почти три с половиной года, как идет война, мы не раз уже обсуждали используемое на ней оружие. У нас под это дело даже отдельный формат на канале появился. Но сегодня, даже не имея профильных познаний в области, многие уже и так отличат Химарс от Тауруса, знают, как расшифровывается аббревиатура РЭП и даже плюс-минус представляют, в чем американский F-16 даст фору российскому МИГу. Но все это стало примерно полностью неважно, когда пика своего развития достигла простое, дешевое и, главное, легко масштабируемое оружие, беспилотники. Которое, к тому же, модернизируется и совершенствуется с каждым днем войны, например, становится настолько автономным, насколько это возможно. Мы уже об этом говорили. Возникновение настолько эффективного, удобного в производстве и эксплуатации оружия полностью изменит не только подход государств к обороне, но и нашу с вами повседневную жизнь. И этот фарш обратно уже не провернуть. Даже когда война в Украине закончится, последствия останутся. О том, как меняется оружие, которое, в свою очередь, уже изменило войну и скоро повлияет на нас с вами, сегодня и поговорим. Перед тем, как начнем, если тормозит YouTube, у нас в описании много способов, как обойти блокировки, в том числе VPN Liberty, которые бесплатны на первые 30 дней. Британская Guardian тут вышла с большим материалом про беспилотники и что с ними происходит на этой войне. Дефицит поставок ракет в Украину из Соединенных Штатов, нехватка пилотов для дронов и успех российских систем радиоэлектронной борьбы привели к невиданному скачку инноваций в области автономного оружия. Яркой демонстрацией превосходства дронов стала украинская атака на российские военные аэродромы в начале июня. Но еще за пару дней до нее стали просачиваться новости. Украина впервые применила свою новейшую разработку – полуавтономный носитель FPV дронов под названием «Гоголь-М». Это качественно новая ступень развития беспилотников. «Гоголь» с размахом крыла в 6 метров является чем-то вроде материнского корабля, который доставляет дочерние ударные дроны до места атаки. Они, в свою очередь, автономно, без участия оператора, сканируют землю, чтобы найти подходящую цель, и влетают в нее, подрывая заряд при ударе. Но и это не все. Непосредственно на подлете к месту атаки управляет всей этой конструкцией тоже не оператор, а искусственный интеллект. Участие человека во всем процессе ограничивается обучением дрона, чтобы тот обнаружил тип цели, которую нужно уничтожить, и чтобы ориентировался на местности, где цель эту следует искать. Летает дрономатка на расстоянии до 300 километров, а дочерние беспилотники могут пролететь еще 30. Раньше, чтобы поражать цели на таких расстояниях, требовались ракетные системы стоимостью ну никак не меньше миллиона долларов за выстрел. А многоразовый материнский истребитель и его смертоносное потомство стоят в общей сложности 10 тысяч долларов. Это меньше миллиона рублей. В сравнении с ущербом, которое такое оружие способно нанести, сумма смешная. И при тех объемах финансирования, которые уже вливаются в нынешнюю войну, производить такие беспилотники можно сотнями, если не тысячами в месяц. Учитывая, что даже обычных беспилотников Украина может производить до 4 тысяч в день. Однако автономное оружие активно развивается не только в Украине. В этом плане Россия тоже не может позволить себе отставать, тем более, что ее производственные мощности намного превосходят украинские. Уже известно о российском варианте автономного дрона V2U. Этот беспилотник тоже может войти в заданную зону без какой-либо связи с оператором, используя только визуальную навигацию, а затем самостоятельно найти, выбрать и поразить цель. Причем атаковать он может роем, то есть с группой других беспилотников. А еще его сложно заглушить. В дроне установлена сим-карта, и он, соответственно, использует мобильную связь. Нет особых сомнений, что такие технологии будут дорабатываться и масштабироваться. И первый шаг в абсолютно новый мир уже сделан. Дальше поговорим о том, какие инновации в аналогичных военных областях появляются в мире. Сначала небольшая реклама. Посмотрите, пожалуйста. Очень многие, уехавшие за границу, вынуждены менять профессию. Из реставратора переучиться на татуировщика, из сотрудника таможни на массажиста. А если вы в европейской стране, то наверняка знаете, как сложно там устроиться на работу. Даже неквалифицированную, особенно без знания языка. Но IT-специалистов там, как и в США, ищут постоянно. Нужны те, кто знает английский и имеет практический опыт. Таких специалистов, соответствующих требованиям индустрии, готовит международная школа АИД. И делает это успешно уже 30 лет. У них есть лицензия в Германии и США, 4 офиса в разных странах. Команда АИД регулярно проводит анализ рынка и знает, какие специалисты сейчас наиболее востребованы. Сейчас, например, нужны многофункциональные профессионалы, которые смогут и продукт протестировать, и продвигать его, работать с ИИ, разобраться в веб-технологиях. На курсе АИД вы все это освоите. 4 профессии сразу. Вас ждет 12 месяцев учебы, практических занятий и живых лекций, не просто в записи. Это 1920 академических часов, за которые вы под руководством действующих разработчиков, аналитиков и инженеров овладеете теорией и потренируетесь на реальных кейсах от NASA, SpaceX и других компаний. А еще попрактикуйте английский. Вы получите доступ к системе американского общего образования и сможете потянуть знания по математике и языку, необходимые для профессии. Плюс будете практиковать английский на реальных задачах, что подготовит вас к работе в международных компаниях. По окончанию курса вы получите американский диплом и немецкий сертификат. Также у вас будет возможность пройти практику в компаниях партнера, а карьерный центр поможет вам грамотно оформить резюме и подготовиться к собеседованию. Записывайтесь на бесплатную консультацию с экспертом школы по ссылке в описании, чтобы получить подробную информацию о школе и программе. А если назовете на консультации промокод КАЦ, то получите скидку на курс в 25%. Поспешите, продолжение действует до 14 августа включительно. Продолжим. Мы говорили о том, как Россия и Украина развивают автономное оружие. Но вообще разработкой умного и самостоятельного оружия плотно интересуются и другие государства, например, США и Китай. Пентагон готовится поставить на службу несколько тысяч автономных систем уже к этому августу. А Пекин еще в прошлом году показал на выставке свою матку-беспилотник, которая может летать на расстояние более 6 тысяч километров и к тому же нести на себе 6 тонн боеприпасов и до 100 автономных дронов-камикадзе. Главная цель разработчиков таких беспилотников — создать абсолютно независимую от человека систему. Еще одно направление разработок, над которым трудятся в мире боевых беспилотников — так называемая технология РОЯ. Отчасти она уже используется, но цель в том, чтобы несколько дронов сами работали вместе сообща. Вместе разрабатывали план, вместе перекрывали пути отступления и вместе же атаковали цель. Цели эти не ограничиваются одними только танками, самолетами, железнодорожными узлами и важной инфраструктурой. Главным приоритетом является уничтожение людей. Сейчас Россия атакует территорию Украины маленькими пехотными группами, а тяжелая техника используется все реже. Так вот, контрмерой к такой тактике являются как раз небольшие и более дешевые беспилотники. Но ведь людей можно убивать не только на поле боя. Что если государство захочет использовать беспилотники вдали от фронта, скажем, для борьбы с неугодными? И спастись от такого решения будет почти нереально. Глушить вокруг себя связь отдельно взятому человеку сложновато, да и, учитывая нынешние возможности дронов, может и не помочь. Уехать за границу? Так ни границы государств, ни большие расстояния для дронов не помеха. А что если дрон знает, как вы выглядите? В общем, в нынешней реальности авторы любых плюс-минус известных антиутопий отдыхают. Ведь дроном со встроенным искусственным интеллектом даже сейчас, когда разработка еще не стала прям-таки массовой и дешевой, может обзавестись просто богатый человек. И не выходя из дома ликвидировать врагов, конкурентов, да и просто тех, кто когда-то в твиттере обзывался. Дальше больше. Такие дроны могут попасть в руки террористов, и тогда никакой бомбы в самолете может не понадобиться. Тем более, что пронести ее туда с нынешними мерами безопасности почти нереально. Зачем ломать голову, если можно просто подождать, пока самолет с каким-нибудь очередным предателем поднимется в воздух, где атаковать его будет рой продвинутых автономных беспилотников. И попробуй потом вычисли, кто, когда и откуда запустил беспилотник в радиусе нескольких тысяч километров. Совершенно очевидно, в чем главная и самая зловещая разница между старыми типами дальнобойного высокоточного вооружения и новыми. Изготовить боевую ракету, претендующую хоть на какую-то применимость, не говоря уже о точности, в гражданской и бытовой реальности невозможно. Изготавливать такого рода оружие могут только государства, и то далеко не все. Для этого нужна весьма нехилая научная и производственная база, которую с нуля быстро и запросто никак не создать. Без больших достижений в точном машиностроении максимум, который можно себе позволить, это резать водопроводные трубы под ракеты, как делает это Хамас. То есть производить ракеты, которые в самом лучшем варианте не взорвутся на старте, но совершенно точно будут непригодны для прицеливания. Взять даже обычное современное стрелковое оружие. Автоматы, пистолеты и боеприпасы к ним. Чтобы все это дело могло стрелять и не клинить, необходимо соблюдать потребные допуски и стандартизацию. Словом, производить такое вне заводских условий, задача, с которой токарь-фрезеровщик в гараже не справится. Понятно, что в мире существует гигантский черный рынок вооружений, но в его случае речь всегда шла про ручное оружие. Пулемет, гранатомет, ПЗРК. Максимум, до чего могут дотянуться негосударственные руки. Государства успешно сохраняют монополию на вооружение, способное наносить по-настоящему большой ущерб. Беспилотники в этом отношении меняют все. Для изготовления тех же FPV-дронов толком не нужно никакой производственной базы. Они целиком производятся из гражданских компонентов, приобретаемых на маркетплейсах. Корпуса причатываются на 3D-принтерах. Для них не нужно ничего особенного. Все, что нужно, уже находится в гражданском обороте. Развернуть производство дронов того типа, что сейчас применяются на фронте, можно на любом складе и в любом гараже. Служба безопасности Украины наглядно продемонстрировала, что собрать контейнеры, снаряженные автономными дронами, можно в глубоком тылу противника. Причем так, чтобы никто этого не заметил. Именно такое обстоятельство делают дроны революционным вооружением, примеров которого раньше просто не было. Никакое частное лицо не способно самостоятельно изготовить не то, что танк, но даже снаряд для него, равно как нельзя тайно завладеть реактивной системой залпового огня или боевым истребителем. Зато абсолютно любой человек с довольно небольшими средствами и некоторыми техническими навыками сегодня может изготовить оружие, способное любой танк и любую зенитную установку уничтожить. Обзавестись собственным военно-промышленным комплексом не могут даже самые могущественные преступные группировки типа мексиканских картелей. Не могут даже самые ресурсные террористические организации. А вот наладить производство дронов, способных массово убивать людей, уничтожать критическую инфраструктуру всерьез тягаться с тяжелой боевой техникой теперь смогут очень многие. Если уж не совсем псих-одиночка, то любое хоть сколько-то организованное сообщество, хоть банда, хоть секта, вполне в состоянии. Впервые негосударственные игроки способны нанести действительно большой ущерб. Когда террорист-фанатик арендует фургон и въезжает в толпу на фестивале, когда армейский ветеран покупает себе коллекцию винтовок и из окна отеля расстреливает толпу, когда террористы угоняют самолет и врезаются в небоскребы даже, это ужасно. Особенно ужасно стать жертвой такого акта. Но каждый из них сильно ограничен в масштабах. За исключением 11 сентября число жертв во всех терактах ограничивается единицами, десятками, в особо трагических случаях сотнями. Много людей фургоном не задавишь. Перестрелять из винтовки очень многих тоже не так просто. Тем более ранее не шло никакой речи о том, что террористы способны атаковать по-настоящему защищенные объекты, военные базы, атомные электростанции, аэродромы и все в таком духе. А теперь речь идет об этом. Теперь вообще говоря, только дело времени, когда собственное производство дронов сначала появится у серьезной организованной преступности, а следом у всякого желающего, кто способен ардуинку и четыре моторчика к напечатанному на принтере корпусу приделать. Дроны поменяли войну, и это абсолютный вызов для государств по всему миру. Но гораздо более критический вызов, действительно меняющий игру, против которого пока нет приема, это то, как дроны изменят преступность и терроризм. Ведь впервые и те, и другие получают настоящее армейское вооружение, которое можно смастерить буквально у себя в гараже. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...